Волатильность вернулась! Сегодня вторник, 13 августа, и рынок акций хорошо себя чувствует, и биткоин начал показывать некоторый бычий настрой, пробиваясь над максимумом 12 августа. Это 30-минутный график, и сегодня начнем на мелких таймфреймах, поскольку это тема невероятной волатильности, которая у нас была последние пару дней. Биткоин отрисовал бриллиант. Это то, что я постил в Твиттере вчера, когда биткоин был все еще на 59 тысячах. Мы обсуждали в Твиттере паттерн бриллианта. Пробитие будет размером бриллианта от максимума до минимума, что помещает нас примерно на 62 тысячи. Так что, краткосрочной идеей, цель будет 62 тысячи, и биткоин в теории еще не завершил это движение. Это может быть еще одним увеличенным минимумом к предыдущему сопротивлению в качестве поддержки перед очередным отскоком в сторону 62 тысяч. Это касательно короткосрока. Возвращаясь к четырехчасовому графику, биткоин с 4 августа установил серию увеличивающихся минимумов. Можно сказать, что цена начинает двигаться от минимумов 4 августа. И сопротивление биткоина – это то, с чем мы сражаемся сейчас. Если открыть эту линию сопротивления, биткоин сейчас встречает сопротивление вот там. Так что, если мы прорвемся, это может быть следующим шагом перед основным движением. И индикатор, который поддерживает идею прорыва. Это линия сопротивления. Это 4-часовой MACD, которому все еще надо закрыться, но 4-часовой MACD пересекся наверх. Биткоин может встретить движение наверх в краткосроке, если взять Fibonacci от максимума к минимуму. Первая цель пробития будет примерно в районе 65 тысяч восьми сотен. Глядя на MACD на 4-часовом, еще раз, последний раз, когда у нас было пересечение на 4-часовом, движение цены было на 10 или 11% наверх. И также 4-часовой RSI – это ключевой индикатор в этой области, это сопротивление. Было проблемой для нас, но биткоин пытается над ним пробиться. Если мы пробьемся над этой линией сопротивления, это может нас поднять к уровню 70. Вы можете заметить, что уровень 70 – это сопротивление на всех этих точках. И даже вот там. Это ключевой уровень, за которым надо следить, если мы продолжим расти в сторону цели на уровне 70. И достижение этого уровня может легко нас поднять к этой первой цели в районе 65 тысяч восьми сотен. Итак, 4-часовой RSI готовится к прорыву, 4-часовой MACD пересекается наверх. И мы только что обсудили несколько целей. И если биткоин не сможет в этой области и просто пробьется вниз, и я настроен по быче и ожидаю продолжения, но если биткоин пробьется под линию тренда, это может, вероятно, дать нам мерзкое движение на уровень 0.618. И этот уровень находится прямо в районе этой предыдущей поддержки. И область 0.618 будет хорошей зоной ценности, по моему мнению, для аккумуляции биткоина. Это район 54 тысяч двух сотен. Но я думаю, что биткоин увидит продолжение движения наверх, продолжение восстановления до этих целей, которые мы только что обсудили. И причина в том, что рынок акций отскакивает. Недавно в социальных сетях в новостях мир заканчивался, но внезапно рынок отскочил, S&P летит наверх. И все делают вид, что они не были настроены по медвежьей на дне, как и всегда. S&P спустился вниз почти на 10% и сейчас всего на 4% от вершины. S&P забрал почти половину просадки. Многие подумали, что мы увидим невероятное продолжение падения, но это отличное восстановление. И биткоин, скорее всего, получит топливо от этого. Следуя наверх. Оранжевая линия – это биткоин, свечи – это S&P. И биткоин в целом двигается вместе с глобальными рынками. S&P прорывалась на новые максимумы, в то время как биткоин наблюдает уменьшающиеся максимумы. Я думаю, что биткоину пора бы установить новый максимум, то есть all-time high. Если S&P продолжит восстановление, спекуляторы получат много уверенности, я думаю, что это затолкает нас на новый all-time high. Биткоин сейчас в 20% от нового all-time high и мы также примерно в 23% от дна. Так что мы прямо посередине этой области. Это будет битвой между быками и медведями. Но пока рынок акций отрисовывает эти зеленые свечи. Биткоин более вероятно увидит восстановление. Может быть даже новый all-time high, нежели дамп. Более вероятно пойти выше, если рынок растет. Это исторически правда. Какая цель будет для биткоина, если мы увидим движение наверх, двигаясь вместе с рынком акций? Это нисходящий расширяющийся клин. И согласно учебнику, мы берем высоту от максимума до минимума этого клина и переносим ее наверх. Это помещает нас в район 98 тысяч. Это звучит безумно для многих людей. Большинство людей, у них нет опыта в биткоине, они новенькие, они не думают, что эти движения возможны. Но биткоин совершал такие движения весь прошлый год с половиной. 84% на первом движении, 92% на втором движении, 84% на третьем движении и отсюда туда это 98%. Но вещи становятся все более параболичными по мере продвижения к новым all-time high. Это исторически правда. Как только мы пробиваем all-time high, движение цены становится гораздо более экстремальной, более волатильной наверх и вниз. Что мы видим с начала 2023? Это попросту лестница. Биткоин переворачивал предыдущие сопротивления в новые поддержки все это время. Даже эта просадка. Это предыдущий максимум одобрения ETF, который стал поддержкой. Это попросту восходящий тренд. Лестница. Нету ничего неправильного с тем, что делает биткоин. Это просто очень волатильно. И биткоин этим славится. Эти фитили показывают невероятный спрос. Особенно под 50 тысячами. Очень много крупных игроков сказали, дайте мне это. И просто откупили рынок обратно наверх. И вот мы сидим над 60 тысячами сегодня. Глядя на месячный график биткоина, если вы на него смотрите и не знаете, что за актив, вы не знаете, что это график биткоина. Вы скажете, что это определенно по бычьи. То же самое с недельным графиком. Если бы вы не знали, что это за график, вы бы просто сказали, что это бычий график. У многих людей, их предрасположенность, обгоняет их мышление. Они знают, что это график биткоина. Поэтому они помещают на него все эти идеи. Что он должен делать, что они думают он должен делать. Но я хочу сподвигнуть вас, начать смотреть на графики, как будто вы даже не знаете, что это. Просто график. График должен рассказывать вам историю. Торгуете график, а не ваше мнение. Дневной Махди биткоина приближается к пересечению наверх. И дневной RSI. Следующее сопротивление будет вот здесь, в районе 61,5. По RSI это может быть следующей точкой сопротивления. Если мы отсюда дойдем до этой точки, может быть, где находится непосредственное сопротивление расширяющегося клина. Но как только мы пробьемся, этот прорыв будет скорее всего тем, что сигнализирует непосредственный прорыв в сторону новых All-Time High, в сторону цели прорыва расширяющегося клина. Примерно 98 тысяч, согласно учебнику.